Доброе утро, день или вечер. Я Джонни Махлангу из Академической университетской больницы имени Шарлотты Максаке в Йоханнексберге. Вы знаете, что руководство ВФГ по лечению гемофилии – это высококачественный документ, основанный на экспертных оценках, на доказательствах, и пользоваться им будут как медицинские работники, так и пациенты. Руководство можно скачать бесплатно с сайта ВФГ, а вот так выглядит его титульный лист. Я собираюсь вам рассказать о седьмой главе этого руководства, где говорится о лечении кровотечения различной локализации. Вот раскрытие информации о моём участии в клинических исследованиях. Я взаимодействую с большим количеством организаций в этой области. Седьмая глава в руководстве является плодом коллективного труда группы авторов. И в эту группу входил ряд людей, как медицинских работников, так и лицгемофилей под руководством ответственного за содержание главы. Еще раз хочу поблагодарить персонал ВФГ, которые поддерживали работу над руководством, а также внешних специалистов, которые были приглашены в качестве экспертов. Итак, это коллективный труд, в котором участвовал целый ряд людей, в том числе медработники. Кроме меня это Джерард Долан, Элисон Дугал, Николас Коддард, Маргарет Рагни, Джерзи Виндзига, а также лица с гемофилией Энрике Эрнандес, Брэдли Рейнер. Ответственным за содержание этой главы был Глен Пирса, вице-президент ВФГ по медицинским вопросам, а также Алла Кшревастова, и он является, кроме того, еще и ответственным за все руководство. Опять-таки хочу поблагодарить персонал ВФГ и внешних экспертов за их весомый вклад в организацию работы. Позвольте напомнить вам, что при гемофилии бывают разные фенотипы кровотечений. Позвольте напомнить вам, что при гемофилии бывают разные фенотипы кровотечений. У пациентов могут быть подкожные кровотечения, могут кровоизлияния происходить в слизистой оболочке, могут быть кровоизлияния в мышце, что, впрочем, случается нечастое. Могут быть кровоизлияния, угрожающие здоровью органов. Вот, допустим, у этого пациента кровоизлияние произошло в оба глаза в результате травмы. Мы обычно больше всего переживаем по поводу жизнеугрожающих кровоизлияний, таких, как, допустим, внутричерепные. Но чаще всего локализация кровотечений у таких пациентов – это суставы. Вот, как, допустим, у этого пациента произошло кровоизлияние в правое колено. Разные кровоизлияния требуют конкретного специфического лечения. И в седьмой главе мы поговорим об специализированном лечении по ряду локализации кровотечения. Что сюда относятся? Гемортроз, иными словами, кровоизлияние в суставы, кровоизлияние в центральную нервную систему, кровоизлияние в области шеи и горла, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, офтальмологические кровоизлияния и почечные, кровоизлияние в слизистой оболочке, а именно в ротовую полость, кровотечение из носа, раны и кровоизлияние в мягкие ткани. В результате работы группы экспертов было составлено 37 рекомендаций на основе консенсуса в отношении этих конкретных локализаций кровотечений. Я думаю, вы согласитесь, что для описания подробно каждой из точек кровоизлияния и рассказа о всех рекомендациях мне потребуется гораздо больше времени, чем отведено в рамках данной презентации. Поэтому для меня важно сосредоточиться на конкретных кровоизлияниях, характерных для гемофилии наиболее распространенных, таких как гемортроз, а также рассказать о жизнеугрожающих кровоизлияниях и подчеркнуть важность раннего вмешательства с целью ограничения объема кровоизлияния и уменьшения осложнений. Хочу напомнить вам о важности раннего вмешательства. Здесь много краткосрочных преимуществ. Сюда относятся и раннее оккупирование боли, возвращение более быстрой подвижности, если кровоизлияние затронуло опорно-двигательный аппарат, снижение количества госпитализаций, меньше уровень повторных кровотечений и, конечно, снижение стоимости госпитализации и препаратов, используемых для лечения таких пациентов. Есть и долгосрочные преимущества раннего вмешательства, а именно снижение количества артропатей, уменьшение уровня инвалидизации, отказ от ортопедических операций и, конечно, улучшение качества жизни этих пациентов. У меня нет никаких сомнений о чрезвычайной важности раннего вмешательства. Конечно, самые важные вопросы, которые всегда задают, как обеспечить раннее вмешательство. Давайте возьмем пример гемортроза и я покажу, как проводится раннее вмешательство. Именно на этом и сосредоточимся. Вы знаете, что основным клиническим проявлением гемофилии является кровоизлияние в суставы. На данном снимке мы видим гемортроз правого колена. У части пациентов этот гемортроз может перейти в хронический синовид. А хронический синовид может вызвать терминальную стадию артропатии, как показано на этом снимке. Естественно, что с этим связана и дисфункция опорно-двигательного аппарата, а на рентгене мы видим разрушение в суставе. Но хорошо знать, что этот процесс можно предотвратить, а в некоторых случаях мы на деле можем замедлить развитие этого процесса с помощью заместительной терапии. Таким образом, заместительная терапия на данный момент во всем мире является общепризнанным стандартом лечения пациентов с гемофилией. Для успешного лечения гемортроза требуется выполнить ряд важных шагов. Все начинается с ранней постановки диагноза, затем рано проводится лечение, используются адъюнктивные методы лечения, то есть вспомогательные, и, конечно, проводится реабилитация пациента после кровоизлияния в опорно-двигательный аппарат. И сейчас мы подробнее остановимся на каждом этапе лечения гемортроза. Первый шаг – это ранняя постановка диагноза. Начнем с ранней постановки диагноза. Конечно, необходимо определить гемортроз. Это кровоизлияние в сустав, и он, гемортроз, отличается от артропатии. Есть ряд хорошо определенных признаков, которые позволяют выяснить, с чем мы имеем дело – с гемортрозом или с артропатией. И в эти признаки включается опухание сустава, нарастание ощущения теплоты кожи над суставом, если это кровоизлияние в сустав, нарастающая боль, прогрессирующие уменьшение объема движения и сложности в использовании конечности. Наличие одного или нескольких признаков дают уверенность в том, что это именно кровоизлияние, а не артропатия и не какое-то дискомфортное состояние, которое может испытывать пациент. После установления факта кровоизлияния вполне логичным будет проведение вмешательства. Для раннего лечения важно проведение заместительной терапии и, конечно, купирование боли. Цель раннего лечения – как можно скорее остановить кровоизлияние. Почему? Чем дольше мы ждем, тем больше крови скопится в суставе и тем дольше будет проходить лечение. Мы применяем концентрат свертывания крови, который вводится немедленно и в достаточной дозе для того, чтобы остановить кровоизлияние. В некоторых и очень редких случаях может быть не совсем понятно, что это кровоизлияние или что-то другое, поэтому привлекаются дополнительные методы исследования, такие как ультразвук, для того, чтобы провести оценку и понять, допустим, может быть, это артропатия, а не кровотечение. Конечно, необходимо вмешательство сопровождать мониторингом ответа пациента на лечение, и об этом мы поговорим чуть позже. Наша рекомендация в 7 главе состоит в том, что при лечении гемортроза у пациентов с тяжелой гемофилией необходимо немедленно начать внутривенное введение концентрата фактора свертывания и продолжать его до тех пор, пока не будет остановлено кровотечение. То есть мы не прекращаем обычно до тех пор, пока у нас не будет причин считать, что кровоизлияние уже прекратилось. И эта рекомендация отличается от рекомендации, которые мы даем по пациентам с степенью гемофилии легкая и средне-тяжелая. Потому что у этих пациентов можно лечить гемортроз всего лишь одной дозой внутривенно введенного концентрата фактора свертывания. Почему так по этим пациентам? Потому что у них уже есть определенный уровень фактора свертывания в крови. И дополнительно вводимый концентрат фактора призван только повысить этот уровень. И поэтому зачастую им не нужны многократные инфузии для остановки кровотечения. Конечно, лечение кровотечений необходимо контролировать, проводить мониторинг. Как понять, что пациент отвечает на лечение? Мы используем стандартную четырехбальную систему оценки. Отлично, хорошо, умеренно и отсутствие реакции. Отлично. Это когда в течение первых 8 часов после начала лечения у пациента полностью проходит боль и или исчезают признаки кровотечения. Хороший ответ – это когда в течение 8 часов после первой инфузии концентрата фактора свертывания у пациента значительно снижается боль и или улучшаются признаки, улучшаются самочувствия, то есть регрессируют признаки кровотечения. Умеренная реакция означает ограниченное снижение боли и ограниченное улучшение состояния пациента в течение 8 часов после начала лечения. И, наконец, отсутствие реакции – это когда в течение первых 8 часов после начала лечения, несмотря на его начало, мы видим минимальные улучшения или отсутствуют эти улучшения, или ухудшается состояние пациента. Вот такая шкала очень полезна для оценки ответа на лечение. Почти все кровотечения сопровождаются болью, поэтому купирование боли – важный компонент в лечении гемортроза. И в этой связи у нас есть ряд рекомендаций. Во-первых, в идеале любую боль необходимо оценивать с помощью какой-то шкалы оценки. И в руководстве ФГ рекомендуется применение шкалы оценки боли Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. После оценки боли, конечно, логично, необходимо применять соответствующий анальгетик. При слабых и умеренных болях подойдет вполне парацетамол. Если же боль сильная, но она не связана с воспалением, то тогда можно применять опиоиды или тромодол. И, конечно, мы рекомендуем использовать ингибиторы ЦОК-2 для пациентов с хронической болью, вызванной кровотечениями, для того, чтобы не применять другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку известно, что они усугубляют кровотечение. Рассмотрим применение опиоидов. Впервые в этом руководстве ВФГ рекомендует использовать опиоиды у пациентов с сильной болью. Конечно, вторая рекомендация заключается в том, что необходимо ограничить продолжительность приема опиоидов, естественно, из-за опасения, что у пациента может сформироваться зависимость или возникнет нежелание отказаться от приема опиоидов, если они принимаются в течение длительного времени. Эта рекомендация отличается от рекомендаций в предыдущем руководстве, где, напротив, использование опиоидов не приветствовалось и не рекомендовалось. Однако сейчас собрано достаточно свидетельств того, чтобы мы могли рекомендовать использование опиоидов у пациентов с гемофилией. Теперь об абдиктивной, то есть вспомогательной терапии, о подходе РАЙСа, об аспирации суставов. Используются целые ряда аббревиатур. Речь идет о незаместительной терапии, которая применяется для пациентов с гемофилией. Это РАЙС, это означает покой, лёд, компрессия и возвышенное положение. Также ПРАЙС, сюда вводится ещё один элемент. Кроме покоя, льда, сжатия и приподнятого положения, добавляется элемент защита, по-английски ПРОТЕКШН. И третья аббревиатура ПОЛИС, где слово ПОКОЙ, по-английски РЕСТ, заменено оптимальной нагрузкой, ОПТИМАЛ ЛОУДИНГ, по-английски. Достаточно сказать, что, конечно, даже использование простого льда эффективно для снижения боли, вызванной острым гемортрозом, как показывает практика. Этот метод уже давно используется многими в мире. И рекомендация в отношении вспомогательных методов лечения звучит так. Мы рекомендуем использовать эту адъюнктивную терапию, то есть вспомогательную, будь то РАЙС, ПРАЙС или ПОЛИС. Конечно, следует отметить, что во многих частях мира будут ситуации возникать, когда у пациентов нет доступа к заместительной терапии. И тогда вспомогательная терапия становится основным методом лечения гемортроза. И на самом деле очень важно, чтобы все были знакомы с такими адъюнктивными терапиями. Вопрос, который в течение определенного времени вызвал споры, звучит так. Следует ли аспирировать гемортроз или нет? В действующем руководстве есть твердая рекомендация, что у пациентов с гемофилией без ингибиторов, находящихся на заместительной терапии факторами, при гемортрозе и боли, боль вполне может быть связана с давлением крови в суставе. В этом случае вполне можно рекомендовать проведение артроцентеза. Однако не рекомендуется проводить артроцентез рутинно у каждого пациента с гемортрозом. Следует отметить, что данное руководство предназначено для людей во всем мире и во многих медицинских учреждениях. И артроцентез не является распространенной практикой из-за опасения занести внутрисоставную инфекцию. После остановки гемортроза, если кровоизлияние произошло в какой-либо из отделов опорно-двигательного аппарата, необходимо приступать к реабилитации. Действительно, реабилитация важна. Есть определенные аспекты, о которых необходимо помнить. Очень важно, что если кровоизлияние произошло в один из суставов, тазобедренный, голеностопный или коленный, необходимо ограничить весовую нагрузку до улучшения состояния после кровоизлияния в такой степени, что восстановился предшествовавший кровоизлиянию объем движения. Отсюда необходимо постоянно оценивать состояние пациента как доктору, так и специалисту ЛФК и адаптировать проводимую с пациентом работу соответственно его клиническим потребностям. И рекомендация, конечно, заключается в том, что для успешной реабилитации не следует спешить с использованием суставов. Дополнительная рекомендация по реабилитации звучит так. Важно, чтобы пациенты, проходящие реабилитацию, получали прикрытие фактором. Что это означает? Это значит профилактическое применение фактора до начала программы реабилитации. Цель реабилитации заключается всегда в том, чтобы выйти на уровень функции сустава такой, каким он был до кровоизлияния. А теперь перейдем к жизнеугрожающим кровотечениям. И самым важным из них является кровоизлияние в центральную нервную систему. В этой связи я хочу привести небольшой пример к пациентам, который поступил в больницу общего профиля с жалобой на головную боль, которая не снималась анальгетиками. В этой больнице было решено сделать компьютерную томографию, и снимок компьютерный томограф показал внутримозговое кровоизлияние. Так получилось, что на этом этапе пациент не получил концентрат свертывания, и его перевели в наш центр. Дорога заняла 3 часа. По прибытии в наш центр пациент жаловался на усилившуюся головную боль. Мы повторили компьютерную томографию, и, как показывает снимок, ранее небольшое кровоизлияние теперь стало намного больше. Самый большой урок, который, я думаю, можно извлечь из этого реального случая, заключается в следующем, что заместительную терапию необходимо выполнять до проведения диагностики либо каких-то запланированных у пациента процедур. Конечно, в нашем случае пациенту не требовалось проведения процедур. Его нужно было просто перевести к нам в Центр лечения гемофилии, но произошла задержка с получением заместительной терапии у этого пациента. Рекомендация в текущей версии руководства от ВФГ звучит так. Пациентам с гемофилией при подозрении на кровоизлияние в центральную нервную систему необходимо проводить заместительную терапию фактором свертывания незамедлительно до того, как будут выполняться какие-либо процедуры. Конечно, этот урок мы извлекли на примере вышеописанного пациента. Вторая рекомендация заключается в том, что бывает недостаточно просто дать однократно дозу заместительной терапии. Иногда пациентам может потребоваться поддерживающая профилактика для исключения повторных кровотечений. Поэтому вторичная профилактика рекомендуется во избежание повторного кровотечения у таких пациентов. Поговорим о втором жизнеугрожающем виде кровотечений, а именно кровоизлиянии в области горла и шеи. У этого пациента были симптомы, похожие на грипп. Он заметил, что во рту, на нёбном язычке у него появился сгусток крови. И он рассудил здраво, сфотографировал себя и обратился к нам. Я заметил, что у него была невнятная речь и решил заглянуть под язык. Действительно, там обнаружилась гематома. Буквально через 2 часа пациента пришлось госпитализировать в отделении интенсивной терапии. Ему потребовалось провести трахеостомию. Я не буду демонстрировать фотографию трахеостомии, но покажу фотографию этого пациента после пролеченного обширного кровоизлияния в области горла и шеи, которую он пережил. Конечно, мы спасли ему жизнь. Суть в том, что пациентам при кровоизлияниях в области горла и шеи необходима неотложная медицинская помощь. И в этой связи в 7 главе содержится целый ряд рекомендаций. Первая из них состоит в том, что пациентам при таких состояниях проводится незамедлительно заместительная терапия фактором свёртывания. Кроме того, соответствующие специалисты должны отслеживать критичность их состояния. Почему? Потому что возможно ухудшение состояния этих пациентов, если будет просто введён фактор свёртывания и пациента оставят без наблюдения. Пожалуй, ещё более важной является вторая рекомендация касательно кровоизлияния в области шеи и горла. Она состоит в том, что нельзя просто ввести однократно дозу и остановиться. Мы должны продолжать заместительную терапию до тех пор, пока кровоизлияние не начнёт останавливаться либо уже не остановится. Очень важно помнить и третью рекомендацию. Использование антифибринолитиков очень-очень важно в случае кровоизлияния, связанных со слизистыми оболочками. Вы знаете, что антифибринолитики доказали свою высокую эффективность в остановке кровоизлияний, связанных с слизистыми оболочками. И, конечно, нет таких кровоизлияний, вызванные инфекциями, как в случае с нашим пациентом. Поэтому применение антибиотиков тоже имеет большое значение и включено в рекомендации, которые мы ввели в седьмую главу относительно лечения кровоизлияний в области горла и шеи. Самая важная таблица в этой главе сейчас на экране. Простите, что она выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле. Познакомимся с разными аспектами этой таблицы. Если помните, предыдущее издание руководства содержало рекомендации отдельно для ситуации с низкой обеспеченностью ресурсами и отдельно для ситуации с хорошей обеспеченностью ресурсами. Мы попытались уйти от этого разделяющего сценария. Тем не менее, мы понимаем, что в разных странах есть сложившаяся практика, та, которая наиболее распространена в ситуации с низкой обеспеченностью ресурсами, и та, где обеспеченность и ресурсная база хорошие. В этой таблице мы предлагаем определенные рекомендации, и сложившаяся практика привязана к разным локализациям кровотечения, и надо заметить, что в определенных ситуациях начальной терапии будет недостаточно, и потребуется проводить поддерживающую терапию, как, например, в случае кровоизлияния в подвздошно-поясничную мышцу, в глубокие мышцы, при внутричерепных кровоизлияниях, кровотечениях из желудочно-кишечного тракта и так далее. Второй компонент таблицы. Конечно, мы понимаем, что здесь работаем с двумя разными фенотипами кровотечения, то есть гемофилия А и гемофилия Б, и при этом подходы к заместительной терапии факторам свертывания могут быть разными. Мы понимаем, что в некоторых случаях специалисты выбирают сложившуюся практику и применяют низкодозные протоколы при заместительной терапии. В некоторых случаях применяются высокодозные протоколы заместительной терапии. Таблица ориентирует по целевым пиковым уровням фактора в случае с низкодозным вариантом лечения и высокодозным вариантом лечения, а также дает представление о продолжительности ожидаемого лечения таких пациентов. Рассмотрим пример. Кровоизлияние в сустав. Это не так сложно. По таблице, видимо, при низкодозном протоколе целевой пиковый уровень фактора 10-20 международных единиц на децилитр продолжительность 1-2 дня при лечении. При высокодозном протоколе эта цифра повышается до 40-60 международных единиц на децилитр с такой же продолжительностью лечения. Итак, по таблице при лечении суставов практика, сложившаяся одинаково при гемофилии А и гемофилии Б. Конечно, мы говорим, что есть разница между фенотипами кровотечения при гемофилии А и при гемофилии Б. И, наконец, выводы. Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, насколько важна ранняя постановка диагноза для успешного лечения кровотечений отдельных локализаций у пациентов с гемофилией. Я также надеюсь, что лечение, рано начатое с помощью концентрата фактора свертывания, является уже принятым во всех странах мира стандартом лечения. Мы, конечно, понимаем, что адъективная терапия, вспомогательная терапия важна, но она не является стандартом лечения. Им является заместительная терапия. По большому счёту, лечение должно предоставляться в достаточном объёме и в достаточной продолжительности, как это указано в таблице, с которой мы только что познакомились, для того, чтобы достигнуть гемостаза и лечение кровотечений отдельной локализацией. В идеале должно быть индивидуализированным и целенаправленным, призванным достигнуть результатов, которые хорошо сформулированы по кровотечениям отдельной локализации. И, наконец, как низкодозные, так и высокодозные протоколы, то есть сложившаяся практика, приемлема для лечения кровоизлияний той или иной локализации у пациентов с гемофилией. Это всё, о чём мне хотелось бы рассказать. Большое спасибо за внимание. И я хотел бы поблагодарить организацию «Гемофилия Альянс» и персонал ВФГ за поддержку в создании этой презентации. «Гемофилия Альянс»